Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Президент Ганы Нана Акуфаадда сообщил, что власти соседней африканской страны Буркина-Фасо решили воспользоваться услугами частной военной компании «Вагнер», основанной так называемым поваром Путина Евгением Пригожиным, для борьбы с джихадистами, которые контролируют значительную часть территории Буркина-Фасо. Власти Буркина-Фасо заявили, что президент Ганы должен пользоваться проверенными источниками, однако не опровергли этой важной информации. Если информация президента Ганы подтвердится, Буркина-Фасо станет еще одной страной, в которой будет установлено значительное влияние частной военной компании «Вагнер», а это значит российских специальных служб и Кремля. Ранее вагнеровцы смогли стать важной политической и военной силой в Центральноафриканской республике. Они установили серьезное влияние в Мали после военного переворота в этой стране. И вот теперь еще один военный переворот в Буркина-Фасо привел Евгения Пригожина и в эту страну. Страну, которая стратегически важна для всей Африки и для французского присутствия на африканском континенте. Издание Le Monde подчеркивает, что Франция может даже отказаться от собственной военной базы в Буркина-Фасо и перевести французских военнослужащих в контингенты, которые находятся в других африканских странах. Поскольку Буркина-Фасо имеет границы с несколькими африканскими странами, которые сейчас находятся под серьезной угрозой джихадистского наступления, это и Мали, и Тажигана, то таким образом возникает серьезная проблема относительно реального французского влияния на положение дел на африканском континенте. Становится понятно, почему здесь вновь устанавливается такая политическая нестабильность, почему гражданские правительства, избранные жителями многих африканских стран, вынуждены уступать организаторам военных переворотов, о которых в Африке не слышали многие годы, но которые стали политической реальностью по мере нового усиления влияния Российской Федерации. Влияние совершенно особого, потому что если раньше влияние России было связано с экономической помощью, ну разумеется не российской, а помощью Советского Союза африканским странам, если раньше в африканских странах, аффилированных с Москвой, работали военные советники, которые назначались непосредственно Центральным Комитетом КПСС и руководством Вооруженных Сил Советского Союза, то теперь чекисты Владимира Путина действуют через частные военные компании. Прежде всего, разумеется, через Вагнер, через Евгения Пригожина. Наемники могут позволить себе то, чего не могли позволить советники. Во-первых, это реальное участие в политическом процессе и запугивание оппонентов тех режимов, которым служит частная военная компания Вагнер. Во-вторых, это доступ к ресурсам. Всюду, где вагнеровцы устанавливают свое влияние, они рассчитывают прежде всего на доступ к природным ресурсам стран, где находятся их контингенты. Буркина-Фасо не является исключением. Уже сейчас говорят о том, что руководство этой страны предложило вагнеровцам в оплату за их услуги доступ к природным ресурсам этого государства весьма богатого полезными ископаемыми. В-третьих, это возможность для Владимира Путина шантажировать Францию тем, что если та не изменит свою внешнюю политику, то влияние России на африканском континенте будет только возрастать и российских наемников в Африке будет все больше. Как известно, Эммануэль Макрон в первый период своего президентства даже как будто бы клюнул на эту удочку. Знаменитая встреча президента Франции и президента России в замке Бизансон перед встречей группы Семи в Биорице продемонстрировала, что Эммануэль Макрон пытался обменять путинское присутствие в Африке на свое посредничество с точки зрения возвращения российского президента в клуб лидеров цивилизованного мира. Но если не в качестве полноправного участника группы, которая после исключения Путина вновь стала группой Семи, то уж по крайней мере презентации российских интересов перед руководителями ведущих экономик мира. Путин, как всегда, обманул Макрона и французский президент сделал из этого очевидные выводы. И для руководителя Франции совершенно очевидным является и то, что обменивать российское влияние на постсоветском пространстве, на французское влияние в Африке, это попадаться в новые ловушки российского президента. Макрон стал опытнее, но и Путин стал жестче. Как видим, война против Украины, которую Путин начал в феврале прошлого года, которую он не собирается заканчивать и рассчитывает перевести в долговременный конфликт на истощение как украинских ресурсов, так и возможностей Запада, не мешает Кремлю дестабилизировать ситуацию и в других регионах мира. И изгнание Франции из Африки является одной из важных политических целей российского руководства. Равно как и дестабилизация ситуации на Балканах, равно как и дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке. Для того, чтобы уничтожить возможности бывших советских республик к сопротивлению и превратить их в колонии Российской Федерации, а возможно и в части ее территории, Владимир Путин готов превратить весь мир в самую настоящую пороховую бочку. Как видим, российский диктатор действует достаточно последовательно. И то, что к списку стран Африки, где действуют вагнеровцы, прибавилось еще одно государство, говорит само по себе. Ну и разумеется, еще один важный момент во всей этой истории, это даже не увеличение количества вагнеровцев, а уменьшение количества французских военнослужащих в африканских странах, знаменующие собой конец периода особых отношений Франции с ее бывшими колониями. Если база в Буркина-Фасо действительно будет закрыта, это будет означать, что Париж вынужден отказываться от своих стратегических позиций в регионе и практически признает растущее влияние Кремля на безопасность в африканских странах. А африканским правителям, которые рассчитывают на отказ от демократии и правления путем военных переворотов и авторитарных методов, разумеется, будет гораздо удобнее и выгоднее в новой реальности прибегать прежде всего к поддержке России в своем стремлении сохранить власть и расправиться с политическими оппонентами. Опыт Центральной Африканской Республики, как это не печально, стал весьма позитивным опытом для всех тех, кто уверен, что не сможет одержать электоральных побед, но может контролировать ситуацию в своих странах при помощи военной силы. И то, что Россия приходит именно туда, где к власти перед этим вновь возвращаются военные, говорит в пользу справедливости этого тезиса и в пользу того, что Вагнер будет использовать любую нестабильность для того, чтобы приходить в новые и новые страны африканского континента. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом YouTube. Мира вам!